Одним из главных событий уходящей недели стало празднование Дня Защитников Отечества. Мальчишек, юноши и мужчин поздравляли повсеместно. Не остался в стороне и филиал отделения социальной реабилитации инвалидов, комплексного центра социального обслуживания населения Вера из Китимского района. Сегодня в нашем отделении проводится спортивно-игровое мероприятие, посвященное Дню Защитников Отечества. Мероприятия такого рода способствуют взрослым заботиться о младших, а о младшем брать пример со старшего. И пользуясь случаем, хочу поздравить всех отслуживших уже в армии и тех, кому еще предстоит служба в армии, поздравить с этим замечательным праздником Днем Защитников Отечества и пожелать им мирного неба над головой. Мужчины отделения социальной реабилитации и мальчики отделения дневного пребывания несовершеннолетних – вот основные герои мероприятия. Именно им в этот день были адресованы все теплые слова и поздравления. С первых дней существования армии было определено ее историческое значение – стоять на страже Родины, служить делу мира. День Защитников Отечества – праздник всенародный. Это повод поздравить всех ныне живущих воинов и почтить память героев различных сражений – прошлых и настоящих. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. А защищать родную землю русским воинам приходилось неоднократно. И всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. Дух патриотизма, витающий в зале, настроил мужчин всех возрастов на боевой лад. Из всех присутствующих сформировали две команды, состоящие наполовину из детей и наполовину из взрослых. Каждая команда выбрала себе капитана в лице бойкого мальчишки. Сообща придумали название командам. В итоге отважные соревновались с молнией. А началось все с конкурса капитанов «Перевяжи раненого». Соревнования, начавшись на позитивной ноте, также весело и продолжились. Мальчишки резво справлялись со всеми заданиями. Их старшие товарищи по команде тоже старались не отставать. Идем. Смечка, смечка, ведем, ведем. И назад точно так же. Субтитры делал DimaTorzok Не устанно выкрикивая названия любимой команды и имена отдельных её игроков. Это работало. Дистанции преодолевались быстро, спортивный азарт становился всё сильнее. Отважные, отважные, отважные. Отважные, отважные. Будущие и бывшие солдаты соревновались не только в скорости, ловкости и меткости. Командам предстояло поучаствовать и в интеллектуальных конкурсах. К финишу мероприятия уже чувствовалось, что команды смогли сплотиться и стать друзьями. Главная цель праздника была достигнута. В общем, победила дружба, но маленечко, на одну очку отважные. Отважные, да? Давайте поприветствуем команду! Почётными грамотами и вкусными шоколадными медалями были награждены все участники эстафет. И большие, и маленькие. Праздник им запомнится надолго. Наш выпуск подошёл к концу. О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08. Мы по-прежнему работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова